Здравствуйте! В эфире ЮНьюз. Новости на телеканале ЮТВ. И для начала коротко о главных событиях страны и региона на сегодня. В Уфе стартует Кубок Республики Башкортостан по пауэрлифтингу. Кубок будет проводиться среди мужчин и женщин, а также чемпионат республики среди студентов вузов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по молодежной политике и спорту РБ. Турнир будет проходить в школе высшего спортивного мастерства по адресу Султанова 24-1. В участии примут более 100 спортсменов из районов и городов республики. Лучшие спортсмены будут отобраны в сборную команду Республики Башкортостан. Начало соревнований завтра, 20 ноября, будет в 18.00. В Уфе 22 ноября состоится очередное паралимпийское собрание, на котором встретятся представители разных регионов страны. В мероприятии примут участие президент Паралимпийского комитета России, и уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин, председатель исполкома Паралимпийского комитета России Павел Рожков, председатель Федерации спорта слепых РФ Лидия Абрамова, а также председатель Федерации опорников РФ Лев Селезнев и многие другие. Как правило, собрание проводится два раза в четыре года. За всю историю существования паралимпийское собрание проходило в Москве. Право провести совещание представлено нашей республике за выдающиеся результаты, показанные нашими спортсменами в Лондоне. Гости Башкирии обсудят концепцию подготовки наших спортсменов к следующим паралимпийским играм, которые пройдут в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Хорошая новость для всех любителей искусства. В Уфе покажет мировой балет. В Уфимском кинотеатре «Родина» пройдет показ серии оперных и балетных постановок «Мировые шедевры» на большом экране. Уфимцы смогут побывать в Театре Лондона, Сиднейском оперном театре, в Берлинской опере и на Флорентийском оперном фестивале. Начнется показ завтра, 20 ноября, а завершится только 24 декабря. Так что увидеть мировые шедевры может каждый. Ну а теперь переходим к основным новостям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова